всем привет эра изичных каток проходит и сегодня в нашем выпуске void и это супер-супер сложная игра и надеюсь что она вам понравится напишите обязательно в комментариях вы у нас вроде такие игры любите так что всем приятного просмотра совершенно непростая в том числе и для нашего героя сегодняшнего выпуска пайсла свой с ником ай попозже вы поймете кто это и уже поняли кто это попривыхе вот от него линия будет против мк без то жестко начинать благо даунбрейкер есть еще бояду против этих героев на стоять но сколько супер комфортно как-нибудь лишь бы эту линию хорошо свой дом постоял бы замедляет атаку кабанчиков разбивает тут мкс пассивкой дабы его уже не по звонит не как по закупу что по закупу вот он берет себе цирк клетку насколько практик нам брать цирк клетку вместо двух веток сверху этой цирк клетки не захватало ли ему денег нам на две ветки где по цирк лет кузер ложнего что не градишь одна ветка в стих пойдет 1 бусы по деньгам это даже дешевле чем цирк клеток за я таро берет может быть это правильно взял себе стик понимаю то что без тысячи сыграют через топоры всегда кстати башек на первом бурне думал может как-то поддавит но тщетно тщетно трешкой по не получится а нет но бракер законтролил нормально подгонали еще вместе но пока все неплохо только тут тоже подгонали на место идет full wave бабашек на первом уровне на втором time the legend сильно откладывает но ничего с может быть дан брекера об нет строила было не попробует кого-то убить хороший поводом дай киши дики заряжаются потихонечку красторой на кемпе получит сапики там-то сами развлекаются коры здесь но почти просолила манки кинга феррик спас его красиво молодец хорошо все сделал там подразводил прям под время войтс без том 1-1 в принципе неплохо стоит лишь вопрос времени на самом деле когда бест выкурит войны с этой линии что против беста я думаю на воде стоять не очень комфортно это как вот против кого-то видом антира да ты стоишь там на первых пачках но если денег есть минимальность как получают их минимально это 4 5 уровень то туговато нужна помощь от мидера от четверки тут и топ проигрывается в миде как дела в миде тоже все плохо упс прыгнуть успел брейкер тут сильно конечно пробивает замедление под кабаном и просто забирают героя не оставляют шансов ему вообще 7 стиков есть нужно чтобы какой-то реген привезла сейчас на даунбрейкере он дай гуси дропнул ей чтобы она принесла ему тангуса его хочется конечно банчиков пробивает как же ему падла стоять по линию я прям чувствую через экран как он тычку дал на мангетинге он все может часы умереть надо не дать палку хорошим к кинул вот мы все делает на мк слушай ну а заблочил еще еще мк заблагался и не видно его анимации тысячи меня тоже заболелся значит он в игре заболел что ж бабушку здесь пошел управляется в таверну запулили еще и враги прям все очень хорошо делают что что вот не так сделали они на рейдентах к линия плохо встала из-за того что даунбрейкерша пулю впушила укачу крипа забрал еще и знаю так человек игру жизни играет вот надо пересматривать прямо в деталях демку и ну конечно может быть них просто геройчики послабее но я не думаю что они настолько слабее на первых пачках чтобы это по итогу крипов в три раза меньше нормально потратил сквейт прыгнуть откинуть весь ром может быть стоило как-то вот не знаю даунбрейкер у именно с бестом стараться лейтить то есть больше как на пресендовать беста нежность маркетингом соло размениваться но когда конечно линия пропушилась тогда уже приятно стало мк спокойно так вот уже ходит своими делишками занимается нет я не пошел замка хээ хэ 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 ой тыжку зародил вот не плотный заразы видимо она далеко не первую игру какой ранг чисто казуальные 999 ранг на monkey king и в миде чилипупс тоже погибает на бэтрайдере задавил без лассо умер башеке максица у я тара пошел проверять может быть забанили с интерьей можно будет хотя бы отпулить без какого уровня без пятый уже об но у него скоро там домик будет и вот теперь стоять будет супер сложно попытка убить кабана потратил кнопку погиб скорее всего на я тара не заберет кабанчиков такого сейчас забрать могут ходу умер на такая же линия неприятная просто охренеть может быть им стоит свапнуться с хардой как-то башню сил света атакует ну в топе я просто если вы того что кинга все хорошо то не стоит ему игру руинить но он тебе будет потом стоять участвовать хорошим для сапа он сдох на синькинге участвовать полетит столб для садим по где-то вот просто и даже три пыльча умирают я хотел конечно бутил на я тара момент хорошая потому что сенкинг сейчас погиб до ему все нужно подлететь свой таки тоже выйдет топ снимете боты и когда буду отлично получился будет так подлетать в боте что-то приятнее конечно воду стоять но я думаю что искал в боте продавит его это тоже напрягают мкт пальцевой это умер без стп то-то джей час амка себе дом брекер шутка сейчас это дом брейкера еще забрю да ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой 213 счет 5000 преимущества на восьмой минуте как же все плохо и он выживет данного химике чего батрайдера здесь оставили вот прям чтобы вообще уже можно было руки от клавиатуры убрать лива и телевайки сдаются не сдаются какой-то дай мне но этот ворс такой мощненький конечно на воде как раз вот сейчас засолят к точку вместе вместе с саппортами находятся на одной строчке дом поэтому эту игру же и записываем да да я думаю что не помню что он там собирал на обычных играх не тоже покупают я думаю он подумает о мидасики после пт в боте сенкинка убьют вышку открыли дп полетела дп потратила ульт хорошо хотя бы так на самом деле сенкинка без льда дп умирал топе убили виверну ли скилл вы на керри чем просто на самом деле если будет стать не можете смотрите на две другие линии по какой на какой стать не можете и накрывай при этом не будете руинить тиммейт а потому что если вы появились в линию прогонять с плохим над ворсом потому что вы будете бить крипов прогонять с этой линии героя который может потом что-то делать это конечно руину лучший лесочек побить но войду никак иначе лес он там на четвертом левеле бить бы не смог по камам и молнии вот убийств убийств жаря медвежку прошу ряд топ вышку прошу ряд прессингуют в комментариях увидел типа вовеки слова используйте прессинг взорвется оставьте кем еще попробую убея нормально правда фрагов не войду к сожалению асист получил так останется парами такие вот напряжные 10 минут игры ваш 4 игра для войда кстати такая я бы не сказал бы что она хоть немножко приятно что я думаю что войд то о чем вводе на какой пик он пик его это смотрю 5 6 то есть дефолтный 1 пикерия и лас пик был у медаков до мидер и с одной и другой стороны залетели на вас то есть он не видел пока дп он пикнул войдов мк виста нет он и он он видел только вивер на емко вот кого он видел и ну бивер на самом деле уже немножко стримновато потому что там колба ульта захотел просто наводи поиграть может феникса увидел типа в команде пойду бочем и и он не летит яйца нет она покажет на самом деле если она прилетит даже если он получит какой-то там асист полудохлый и не умрет вообще не будет того стоит он будет очень много фармит пусть команда разбирается был гайд у команды как на канале team spirit выходил кайт где-то рассказывал вкратце там 78 минут завоида на берем то что типа не должны ставить фрон они не ставьте просто продолжать фармить что вы физически керри который скорее всего потом наш мотка всех перебьет у него тем более старт плохой оба медосик на армии вот а потом уже все отлично на самом деле он под камбе чел у него сейчас четыре тысячи на двенадцатый это хорошо сейчас уже пахнет моментом для филипорта смысл все супер каленые вкусные вкусные келуна чтобы свердно ему оставили ходит от кирси а кирсы нет видимо дали инфу по 100 как он отошел и скилл плюс встретит куру даже пораньше чем если бы он был в топе плюс медвей вы по-хорошему конечно чтобы next медвейв уже бы трайдер забрала что мы тут тоже фармить нужно вот но и нам уже скипает понимая видимо что поздно поздно изначально мам стоял закупе вернет ты просто медальчик молнии вот то есть замена мама так там он берется и он даже думаю где-то моментах больше разгона дает если у вас все неплохо не наверно точно слишком много атак спида and шеи бьете очень хорошо словом вы вообще не проседаете великое тго смог под бот убьем места тима реагирует положительно он подлигал где будет лист говорит как идти рисует им четкие траектории они по этим четким траекториям бегут находит места подкопал нас тенге хороший гол хороший выход от тиммейтов пространство для войда отсутствие пространства для беста и пространство для команды на самом деле тоже поэтому потому что они сейчас смогут сбота просто уйти то что syncing срезал next пачечку это окей средства значит будет улетел митом просто и не мог побежать фармить мид а будет продолжу под подкачивать да но они решили по-другому сделать сенкинг съел то что было там вот этот мусонами ты закачал то что тут и в итоге level 10 дворс 5 300 ну да у хоть хотя бы немножечко вернулся в эту игру что было да это знаешь это уже уже хорошо прям нормально будет такой герой который медленно очень фармит по сравнению с другими керем героями он просто нашел себя сейчас на карте они еще с классно поделились если закрыть глаза на прососной линии что они втроем стакнулись два сапа и у флейнер то что будет забирает мид и следствие в этом год плюс лес потайдер там фармит отдельно саппорты вместе с файнером двигаются вместе у файнер подкачивается это вот про правильная хорошая дележка в их ситуации надо грамотно делиться чтобы всем потолок а чем герой который бьет он шеи фармит там треугольник отпушивает условный топ более агрессивные точки с даунбрейкер шеи фармит это тоже где-то находит кач нормально вот мы видим почему полновато безмолом бить крипов просто без хп благосленность есть его регион ему бы шмоточку какую-нибудь нейтральную хорошего вот на региона как раз там есть было бы идеально конечно с ней а лёдь а чё так надо бы с лапницей войда фэрис тринкет феникс очевидно лучше маска тут тут в кого фэрис тринкет и в трайдеру и да все всем героям и фениксу войду очевидно может просто не думаю часы в этом знаешь они только что проигрывать да и продолжают проигрывать очень много денег не думаю просто об этом они думают о том как в доту победить дал к ней тралкой фангусы есть нижнюю башню все света и опять же смотрелись кроме а что пайп тоже тапается знаменитая комбинация да да должен был из-за разворота не успел до коровка за разворота устрет из того что духи там начали его прям покупать но даже команда здесь принципе все сделала джок не что что войска был таверния но для команды конечно тоже комбатчик такой нормальный если бы он выжил бы он бы докачал уже молнии себе тасик как раз метрил хаммер доведел бы ну ничего бывает пока вот эти файты были в топе стопнулась очень-очень вкусная пачка которая не умирала и на всех парах вот там че тысячи голды на руках мидасе провел за час сколько нам многое нам к экспе прям хорошо будет там next пачка плюс лес треугольник пойдет главное чтобы вот тут не нахлобучили его ситуация игра час прям боязненно не стоит потому что в такой момент у врагов героя алхимик хочет фармить ты поиграет в основном только от своего ультимейта beast проталкивает бот линию то есть врагам невыгодно бегать за войдом в топ тройку там какую-то это буду делать и редко скрипт в этой игре поэтому сейчас если он будет нагло играть тройку плюсов это будет окупаться мне кажется очень хороший предмет кстати в таких играх это яблоко дающие войду 15 не основным атрибутом то есть ловко слона сила и эффект при прирост имеют от яблока и в итоге 300 х по яблокам это на силу у него почти два косарях а по супер кайф этого всего вряд ли хватит этого этого точно не хватит есть на него решат напасть потому что там и ультимейт беста и колба потом сверху ну да но как уже говорилось врагов не те герои которые будут бегать за войдом свою дуга играют на свой кач под ультимейт дп там с бестом и с основным под потом все будут великой тумид вышку чтобы разменивали пока мид тавер пока враги бойте враги кстати за большой вероятностью сейчас пойдут форсить хг вот и нужно быть готовым до фигурант они либо часа сюда прибегут не хватит на хагане форсит не станет мы решили прийти сюда яйцо есть с вами все есть попробую файт принять дп ульт нажала и надо бежать уууу какая курса и крона не делал нажать а он по моему просто замахивался просто чтобы отпугнуть он вроде как не собирался ставить я почти уверен что он вроде как ставил он по моему просто заставил развернуться врага на плотный я был в целом под ультимейтом дп обхорона вжаривать тоже так себе ну если лучше хотел тоже замахивался не знаю хотел поставить нет наверно хотел попытках может быть как-то дп забрать фарм идет враги щас придут рошана должны попробовать или не должны должны 15 уровень все кстати скилл-поинт и во второй скилл они издалируются с плюсы качается до 15-го уровня очень плохая позиция отхилу спасибо проводите на сейф нужно будет нажать не нужно будет ну и тут просто выйти надо за ними сейчас честью карту будет бежать феникс решил с собой пожертвовать по ее кричиках немного запутался на пятнадцатом левеле ваша раскачка выглядит именно так талант только на пятнадцатом на десятом игноре 3 скилл-поинта и стрелок скилл а тоже плюсы давай пока нажать типа заберет будет вообще очень хорошо 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 выглядит в этой игре и очень легко догнать бишер до новой идеи думаю что он пустыненьки себе может какой-то шаг туговато идет но пока идет к 12000 врагов проги на таймере потому что когда будет наберет себе 4 слота то будет им сложно я думаю и вы драйвер тоже уже подключится надо просто раскачивать прогище находится под ботом они не смог на левой да но он пойдет не только мид пачку окружать ну спичка у нас изобретаем персово они смогли на лист на птицы походу это же кроме смысла ставить на выбежать и прикольно они встретили на самом деле просто знали что тут будет смог взлетела верно нажала курсу минус мид что ли нет вот это они жадные не думал что они меня убегут еще и вар просто смог еще не вжарили поэтому он видел 30 секунд или снять чтобы мид подпушить они сломают видами тут задэпить пыры не удастся брать очень быстро упали то есть яйцо подъедешь пришел сапика хотя бы да да есть вообще может быть этим килом фото еще последует его пришли дефать нокия вели сапика убьют еще при по без там это количество золота как я говорил что иногда не нужно пожалеть роман там пилы и даже там правом соло цели нужны грейской интересная ситуация запрыгнул на пригорок не смог бить и за ультимой там ингейзи под хилом феникс андреем ее вышек забавно забавно очень агрессивно слышал ее звуки арчи там мк арчи и он не добивает на 70 хп выживает показалось не выживает еще роут жмется в патика погибает погибает но только все хорошо было как они так упал здесь алхимик обидно но линка убит me tower не пошли вместе пушить мид вышку волора пошла в соло обидно получилось пошли и и дефать она всего долго забирала как это взял сперенку против колбы против фрора против юла против кирсы но не тут привести алхимос и сложно разбили один в один в их случае это неплохой размен алхимик то без ультимейта он не степил такое там крипы уже пачка целая бежит стараются как команда играть все очень плохо но но пытаются там алхимик прыгнул без ультыки да успел прыгнуть буквально шинхронно поставил как и этого по чайзи все вынажалось под вышли анта хочет себе взять для чего манты нужно для того чтобы скидывать опять же себя фокус рора распускать это линии там я кабана но и арчи капли к против этого не помогает то есть курифлинку плюс манты стайл ты приобретаешь довольно таки много статок и ко всему этому это как бы заменяет тебе бкб вроде как две шмотки но рар не работает в персоне работает из ниоткуда не застанет мы тут билд хороший в этой игре очень хороший все можете купить себе линку плюс манту на таком казуально могильщики то покупаете талант вот на высотом тоже берется успел хорошо он просто я ждал ожидали этого момента красиво получилось это кстати момент это очень важный момент в игре сейчас произошел они первых напали не убили у это не было хрона у бут райдера не было лосова феникса не было яйца они протирали ульт дп и при этом еще без погиб потратив рор и сейчас у них будут все кнопки а у дп не будет ульты он понял что его видно вовремя среагировал шокер сам ваших лосо просто по гости и зеленый яйцо в итоге под плохо яйцо поставил не ждать но бывает такое ему на воде уже такой и по фоне двор да ёшкин кот шмотка упала просто алхимика 22000 потому что это алхимик с алхимик идет форсить бот линию он в принципе наводим может быстренько топ подпушить он и пристава увидела не варде алхимик пойдет на хг то то что можно будет прилететь но учитывая что вайт показался в топе они по идее должны честно поэтому рискованно будет пойти на следующую пачку но все таки не идет понимает что врагам просто попросту нигде больше быть они скорее всего через треугольник в топ побежали а зная это они сами смакуются перекат бедрайдер что нужно фокусить миверну иначе играть сложно враги просто рошана да по безоегиса 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 нормально воспевают забрать бекер пожалелось нажимал хороший локас тем блин к вы хорошо опись но уроку купил себе локус орб кири игрок купил я тара роль сейчас заметил что вот будучи игроком с большим датаплюсом проще на керри мне стало играть сейчас же в патче расширенный каплю за осколки просто дожишь всех кири игроков и играешь на кире прям кайфово стало поприятнее там просто затыкай там к там закусили верну очень командно играют вот мы сейчас видим что минимум ошибок минимум соло смертей то есть если вы на фидели а потом просто загруппировано бегаете то есть ваш керри лишний раз не видит не умирает не заходит туда куда не нужно набирает свои слоты а вы при этом грамотно делитесь по качу плюс делать какие-то минимальные килы даже на саппортах и перестаете видеть в одночасье то потом собравшись пятером вы можете принимать таки если кнопки жмутся хорошо у вас есть кнопки 4 героя тимфайт кнопки ну и бедрайдер который начинает драки хорошо поэтому не нравится как они играют и я думаю что во многом конечно благодаря тому что я тараколик напиликает разговаривает к точках верхнюю башню объясняет может делать поводу дот листа сейчас мало того что ты можешь расширить дождь лист слопов 40 вот ты можешь еще делать приписку игроку которого ты стой то есть когда ты запущен с должен 40 человек ты смотришь а это там написал как керри игрок такой да такой таранок фпш потом подписал просто какого-то чечка именно на город оставляю чтобы помнить из-за чего он там оказался да что потом когда те опался более неприятный тиммейт ты просто убираешь оттуда скажем так переград а 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 прикольно поэтому это использовать это крайне здорово сейчас вот кстати раньше такая тема была ты забывал кто есть кто все же меняют ники постоянно ты просто не знаешь так верхов по никнеймам можно подписывать знаешь его как бы основной никнейм ну а это удобно здесь очень хорошо получилось мк и арену и ульт и пкб потратил без топа цепина я тра просто топ идет толкать прошло все играют он а не хочет себе против такого количества хила дп верно алхимик без споты опять же чан алхимики сейчас делает ерунду как мне кажется ульты дп нет я не знаю что и не яйца не хрона нету у них пист мертвы там герои с я не знаю он не может быть когда он что того это стимул сюда уже 14000 а 14000 я уже вам сказать что это и нет ворс и не преимущество когда вы алхимик дп давай до 20000 вполне играбельно или как так вот хочется тут мкб увидеть я не знаю почему утра де какой-то неприятный мкб для войда дпс много дает но хочет больше уплотняться чтобы видимо вообще никак не погибнуть я себе возьмем пупка это и уплотнение дпс конечно дэмэджа нужно тоже добавлять таланте кстати немаловажно решает свою роль на двадцатом уровне впереди всегда скорость атаки под крана сферой 120 а на 25 вот он взял себе уклонение конечно с каде его уже пробить будет очень сложно три кафе туника стоит просто впереди и пацан район понимает что его подставят и свои сооружения нижнюю башню силы атакует ухимик с блаторным ну вот это вышечки т1 добрались на 37 минуте нормально не такое необычное решение то они прям вообще очень хорошо подрались тут я скажу что они не группа игра теперь эту игру почти невозможно войдом проиграть потому что тут конечно многое зависит от респауна рошана враги еще могут как-то за рошану подраться но и будет очень сложно не заметил когда он все шапку после манта наверное да да в том районе призм дробнее их качество жил немного так они даже не много будет они его сломают скорее всего если тимка подойдет нижняя башня сил пойдет бить два шестой левел не может он так на дп делать мандум жалко площадь что он взял бесплатных фраг суши так это прям сейчас вообще жесткий руин был типа да здесь просто респауна мк потом так делать что хочешь но не что хочешь но он видел феникса бедрайдера отлично тиммейты всю игру выдает неверно прям молодец не зря я пикал буду был торно вроде норм шмотка вроде на войда она работать не будет ну что и линка и манта что-то и войда поймал когда у него нет ни манты ни линки не верю как говорил кто там станиславский не верю вообще феникс яйцо потратил еще и в таверну отправился без бая ну тут они скорее всего бот сторону теряют теперь каждый вот только вроде бы мелочь но за нее можно цепляться они не знаю да то что у феникса баяне то поэтому они очень долго он резается долго видимо он давно бы пикался но него бы откатился откатился даже на письме хватает на невозможно думает типа он респауниться долго все стороны мы можем прокликать нижнюю башню сил света но без пп каков курьер сил света был феникс репреш да впливать на самом деле эта сторона сейчас не страшно ой 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 чуть чуть бедрайдер не приколол я как кирса интересная получилась верно вообще просто очень круто играет все не очень или очень хорошо хорошо да да что я верно поприкалывался с ними ну враги конечно очень плотно очень стойки верно хорошо играет в игру а алхимика фликер да просто переключается на маги кинга ну отбились отбились плотно плотно я уже думал на самом деле что нет игры никак про и не могут а потом и потому что они еще могут проиграть красиво карточек тут тоже блин такой вот момент им чтобы врагам чтобы дожать эту игру ну нужно как-то убить воида убить воида пока дб ультует феник сзади стоит кидать тоже андреэл ну как до феникса нужно добраться а он по сенсу удерживает Кадди нажал чтобы не зарорили чтобы там ничего не нажал или ульч какой-то как так получилось что вот эта кошка в такой позиции плохой оказалось не знаю мы просто в итоге просто задавили до конца за ней как мы повесили линку на бальниках медасик можно скипать да брать себе мьелнер вижу это название электро воид в нем кстати я не знаю был ли у него на я тара такой полностью заряженный воид я помню у него мейса фейнс люди как помню лапки красные вот по поводу башки зеленые не уверен у нас то стоило по тем временам башка дорогая точно ну она всегда была дорогой сейчас скажу не знаю сколько она сейчас стоит но стоило я не я не хотела покупать я просто отделялся типа что так дорого пятьдесят она сейчас стоит сколько пять двести пять двести кстати она раньше больше десятки по моему стоила твое отношение до раньше она стоила девять тысяч точно помню вот я захотел смотрел мэсси фейнс стоит четырнадцать то есть 200 баксов и раньше он стоил двадцать укрепили свои сооружения подешевел немного красиво красиво один из самых красивых айтемов в игре меняющий первый скил или хроном точно он умеет лечь красивая со звуком соды такими сочно чувствует сила чувствует поступляем его не убить манкинг на веточке бэк батик в боте было бы тут батик и были бы они под вардом может подравить бы но решили дб подождать прикрызал сами на мс на чтобы что-то скидывать а чтобы что скидывать просто чтобы масса себе добавить а кстати у него же еще огоним на будете с рошаном да я гоним и шар все есть ну просто табочек в музыке лежит и медленно передвигается благо знаешь есть первый скилл и фликер фликер можно по приколу жмакать ну я думаю фликер это типа если что скинули платор первый скилл там верное замедление кабанов всякое такое ну чем конечно далековато вперед идет командой на большом расстоянии от него находится на самом деле он может это делать потому что что его не убить о но это прям вообще не начать это прям это прям виску мэнли хрона это прям дик дик мэн должен башни ухимика чтобы он яйцо не разбил он за башен об я капкет дай давай ваш ваш просто не выпускает из баша да ты подумай да убейте меня вы как вы поиграли скорее всего ну враги прям цепляются цепляются я уже им шансов не оставил минут 15 назад они прям потеют плотно ступенотворский есть ну там варс стоял он увидел центральную башню сил света агонимчик работает все нормально из башени выпускает героя что остался только он сын кинг против беста виверны блин уверена под люк вообще молодец очень хорошо играет при этом что сферы присутствуют я тоже стараются прыгать сферы ему не атаку тут-тут-тут-тут-тут-тут дайте стал алхимиком я думаю что же побольше он побыстрее бьет 031 чуть-чуть проигрывает нас приложит что-то вместо я если вы быстрее в лебеде топор на свой дом конечно тоже не подерешься как же он отпускает уже шмотки выложил для хотела в этой игре знаешь что только рампаки как от рекордсменов по рампагам на интернешн это среди всех интернешнов и всех игроков милая версия хвост на чат все оценили ну интересно игра получилась потеряли две стороны но не потеряли веру в победе и 15000 на 15 минуте не сломили их играли до конца и победили такая вот интересная игра сейчас мы финальную статистику посмотрим обязательно 54000 нанесенного урона если кто-то захочет посмотреть эту игру от лица виверны вот вам айдишечка можете переписать ее посмотреть скопировать поглядеть как там виверна все делала для тех кто играет на саппортах и интересно какая позиция была спасибо всем за просмотр всем пока